Здравствуйте, друзья! Очень рада, что вы заглянули на мой канал Дом и Сад. Меня зовут Александра Миллер. В этом видео, как вы уже догадались из его названия, главная героиня – обыкновенная тля. Поговорим о том, откуда берется тля, почему и когда появляются тли, что это за насекомое, как долго живет тля, какой вред она наносит растениям, как бороться с тлей, в том числе инсектицидами, а также как избавиться от тли без химии. Я поделюсь своим опытом, что очень хорошо помогает от тли. Главный признак того, что на растениях вот-вот появится тля – температура воздуха выше 15 градусов Цельсия, а также жаркая и сухая погода. Если за окном сухая теплая весна или лето, нашествие тли на молодые побеги растений, на деревья, яблони, сливы, черешни, на цветы, особенно розы и хризантемы, на ягодники, смородины, виноград, на овощные культуры, сладкий перец и капусту гарантированно. В сухую теплую погоду именно тля и мучнистая роса доставляют массу хлопот садоводам и огородникам. Тли поражают двинувшиеся в рост растения – деревья, кустарники, цветы, овощи и фрукты. Особенно агрессивно тля в жаркую погоду. Надо сказать, что видов тли очень много, потому что практически для каждого вида растений существует свой определенный вид тли. Почему так происходит? Потому что это насекомое еще тот гурман, оно питается сладкими соками определенных растений. Тля выбирает растение по своему собственному вкусу, прокалывает кожицу молодого листика, пробует сок на вкус, определяет, подходит ли ей концентрация сахаров в этом соке и уже затем решает, будет ли она здесь паразитировать. Если сок ей подходит, начинается массовое размножение тлей. Кроме того, что тля питается соком молодых листов и побегов, она является разносчиком растительных вирусов, заражение которыми проявляется изменением морфологических признаков вида растения. Что такое вирусы? Простой пример – селекция тюльпанов самых различных окрасок развивается именно благодаря таким вирусам. Также после тли на листьях растений развиваются различные виды сажистых плесеней. Что это такое? Это грибы-паразиты, которые питаются сладкой патью, которую оставила тля. Еще одна хитрая фишка тли – она живородящая женское насекомое. То есть тлей мужчин в природе не существует. Все тли – это живородящие самки, вынашивающие внутри себя неполовозрелые нимф, которые также уже могут быть беременны. Дети тли сразу родятся готовыми уничтожать все живое вокруг, которое понравилось их маме. Поэтому нужно максимально внимательно осматривать свои растения и деревья в период потенциального размножения тли в сухой и жаркий сезон. Откуда берется тля? Это насекомое живет в симбиозе с растением, которое оно выбрало. Зимует в виде личинок в почве под растением, а весной, как только наступает теплая и сухая погода, выбирается из своих подземных норок и селится на молодых сочных листьях, чтобы есть, пить и размножаться. Ближе к осени некоторые особи заводят себе крылья и перелетают дальше, колонизируя новые растения для будущих поколений. Видов тли, как я уже сказала, очень много. Ее окраска варьируется от белой до черной. Наиболее распространены черная бобовая тля и персиковая тля. Как только прожорливая полчища тли усаживаются на молодые отростки и побеги, они начинают скручиваться, деформируются и слабеют. Рост резко замедляется и слабое растение даже может погибнуть. Листья, на которых поселилась тля, покрываются липкой падевой сахаристой жидкостью. Эта мама так готовится кормить своих будущих детей. Эта жидкость называется медвяная роса, или падевый мед. Именно за такой мед тлю любят муравьи, которые для себя же ее и пасут. Но об этом поговорим дальше. Как бороться с тлей? Очень хороший вопрос. Помните поговорку «клин-кли нам вышибают»? Если тля любит жаркое лето, надо устроить ей мокрую и холодную осень. Первое средство в засуху обеспечить своим растениям обильный полив. Конечно, тут важно не переусердствовать, вода должна быть не слишком холодной, чтобы растения не заболели. А вот с количеством не экономьте, дайте попить вдоволь и тля отстанет, потому что сок растения, который она любит, будет уже не таким сладким. Лучший помощник в борьбе с тлей в саду и на огороде – теплые весенние дожди. Понаблюдайте за этим явлением. После дождя тли практически нет, она дохнет. А листики и побеги очищаются от последствий ее паразитирования и снова начинают рост. Но уж если с дождями совсем туго, то надо искать другие действенные методы борьбы с тлей. Какие народные средства, чтобы избавиться от тли, можно использовать? На первом месте у цветоводов, садоводов и огородников раствор хозяйственного мыла. В соотношении 1 столовая ложка мыла на 1 литр воды. Опрыскивайте мыльным раствором молодые побеги несколько дней. Здесь важно знать, что жизнь у тли в дикой природе недолгая – всего 6 дней. Если за этот срок вы с ней управитесь, можете смело заниматься другим, более важным делом в саду. Еще одно истинное народное средство тли – зола или пепел. На украинском языке тля имеет выразительное название – пополытии. Это имя она получила благодаря окраске своих колоний. Как правило, они имеют характерный белый пепельный цвет. В те времена, когда химия еще не придумала инсектициды, народ уже имел умное решение, как бороться с этой заразой. Помните, клин клином вышибают? Капусту в украинских селах от тли и блохи и сейчас посыпают древесной золой – пополом. И это помогает. Чем еще можно опрыскать растения и деревья в саду от тли? Если хотите гарантированный и быстрый результат, на помощь придут все те же химические средства – инсектициды. В этом списке – актелих швейцарской фирмы Сингента, октофит, октоверм, вернал или калипса немецкого концерна Bayer. Из перечисленных препаратов я бы рекомендовала калипса или другое его название вернал. Он не опасен для пчел, если рядом с пострадавшим деревом или кустом смородины есть цветущие грядки. Например, клубника, где они собирают нектар. К тому же его срок действия около месяца, а за это время побеги и молодые листочки уже серьезно подрастут, и тля им будет не страшна. Единственное «но» – надо правильно опрыскивать растения сверху вниз и снизу вверх, потому что тля обычно обитает на тыльной стороне листа. Также можно использовать против тли фитоверм – биологический инсектицид, но здесь придется потрудиться. Производитель рекомендует сделать 4 обработки, потому что практически все фитопрепараты отличаются от химических инсектицидов в более слабой концентрации и более щадящим действием. А еще можно избавиться от лиц с помощью удобрений. Получите сразу две выгоды – подкормка растений, перцы, смородины, хризантем, капусты, черешин, яблы и одновременно борьба с тлей. Мне лично этот способ борьбы с тлей нравится больше всего. Возьмите 250 грамм карбамида, разведите его в 10 литрах воды и опрыскайте те места на растениях, где поселилась ненавистная прожорливая тля. Делайте это по листу. А осенью не забудьте увеличить эту дозу в два раза и обработать все тем же раствором карбамида почву вокруг растений и деревьев, которых донимала тля летом. Устройте ей заранее спланированную Варфоломеевскую ночь или покажите Кузькину мать. Кстати, несколько слов на тему тля и муравьи. Эта парочка – отличный пример плодотворного симпиоза в дикой природе в нашем саду. Муравьи, как вы знаете, еще и те трудяги. А вот тля – она ленивица. Короче, она ведет себя почти так же, как печально известная стрекоза в басне стрекоза и муравей. Знай попивает себе сладенькие сахарные соки из растений, да вылеживается на теплом солнышке под молодым листочком. А муравьи в это время ее берегут и заботятся о том, чтобы она рожала дочек нимф побольше. Чем полезна тля для муравьев? Объяснение у этой дружбы простое. Муравьям тоже нравится сахарный сиропчик, которым тля покрывает листья и кормит своих детей, пока у тех, образно говоря, прорежутся зубы. Муравьи, так сказать, у тли – на довольствии. Они ее щекочут, она выделяет сахарную жидкость, а муравьи ее пьют, потому и оберегают. Как бороться с тлей и муравьями? Главный момент – сделайте ловчие пояса на деревьях, чтобы муравьи не могли добраться к местам, где уже появилась тля. Преградите им путь, лишите их возможности пасти тлю. А далее обработайте места скопления тли мылом, золой, карбамидом или препаратами, о которых я рассказала раньше. Хорошего урожая! Не дайте тле ни малейшего шанса хозяйничать в вашем саду и на огороде. Пусть знает, что ей противостоит заботливый и знающий свое дело хозяин. А у меня пока все. Не забудьте поставить лайк, подписаться на мой канал и поделиться этим видео в соцсетях, чтобы и другие зрители смогли вовремя распознать вредную клю и знали, как от нее избавиться. Спасибо за просмотр! Скоро увидимся! Субтитры сделал DimaTorzok Увидимся! Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр!